Вологодский областной реабилитационный центр 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 Шли мы этапами с 2014 года, но там в зависимости от того, что мы осваивали, шли там в 2014 год, это входная группа «Пандус», в 2015 год это переходы для больных, расширение дверных проемов, установка поручней, как детских, так и взрослых, по всем этажам, по всем отделениям. В 2016 году это установка подъемника, приспособление с тактильной плиткой, все знаки для слабовидящих пациентов, информационный дисплей, вот это все как бы уже, то есть это шло этапами в течение вот нескольких лет, и фактически на этом этапе то, что мы сделали, я считаю, достаточно много уже сделали, вот, это вот заканчивалось в октябре, и вот сейчас вот буквально вот только-только на днях по тактильной плитке. Сегодня ознакомились с теми мероприятиями, проведенными вам с барьерной средой в реабилитационном центре города Володы. Конечно, есть определенные уже шаги в будущее, то, что мы говорили, это создано уже на, будем так говорить, основательно, с четким просчетом, неконкретными мероприятиями, что позволит пациентам с маломобильной групп передвигаться, не ощущая себя в какой-то степени вот здесь ограниченными. Безбарьерная среда – это серьезное направление, которое сегодня реализуется как государственная программа. Мы являемся департамент здравоохранения соучастниками этой программы, где курирует основной департамент соцзащиты, социальной защиты населения, но мы и дальше будем проводить определенные работы, парализации этого направления, не только в реабилитационном центре, но и в других лечебных учреждениях Вологодской области. То доступность всегда начинается от входа в это учреждение, и она не заканчивается на входе, я имею в виду того, что чувствуется, что и персонал готов к тому, что оказывает ситуационную помощь здесь. Важно, конечно, что все стандарты, которые здесь есть, соблюдены. Хороший очень пример понравился с ваннами, которые действительно нашли возможность из недоспектного для колясочников кабинета перенести в новый оборудованный кабинет с подъемником, легко, удобно, где оказывать помощь. Поэтому очень хочется надеяться, что те мероприятия, которые здесь прошли, на этом не закончатся. Это хорошее, доброе пожелание учреждению, чтобы действительно люди этим пользовались, они сюда приходили, получали необходимые реабилитационные услуги, и только-только дальше это все развивалось. Конечно.